И много-много радости. После нескольких лет забвения центральный каток на набережной Серафима Саровского в Щелкове вновь открыт для горожан. Районным властям удалось найти инвестора, который возродил площадку и обещает ее развивать. Каток рядом с недостроенным зданием гостиницы прекратил свое существование, во-первых, после краха застройщика, во-вторых, после пожара в деревянном шале, где были раздевалки, прокат, кафе. С тех пор площадка была заброшена, имущество утрачено. Территория оставалась в частной собственности. Для восстановления катка требовались серьезные вложения. В общем, за это никто не брался. А жители очень просили каток вернуть. В этом году за возрождение заброшенной площадки взялся Дмитрий Соломатин, в прошлом профессиональный хоккеист. Сейчас площадка находится в управлении его компанией «Клиф-СП». Администрация Щелкова оказала очень сильное участие в самом начале. То есть предоставили технику и так далее. И благодаря их поддержке, собственно, мы в кратчайшие сроки смогли это осуществить. Одного только мусора с площадки вывезли порядка шести тонн, говорит Дмитрий. Начали восстанавливать здание шале. Обратились за помощью к жителям и волонтеры откликнулись. Собирали снег, который был у стен в куще. И этот снег брали лопатами и выгребали за стены катка. Ну, чтобы стены были чистые. Почистили сами борта. После этого плохое почистили. Мы уже где-то неделю убираем каток и помогаем дяде Диме, который восстановил этот каток. Ну, мне очень нравится он и надеюсь, он больше никогда не сгорит. Пока возрожденный каток работает в тестовом режиме. Плюс есть немного коньков в прокате. Подготовлена небольшая теплая раздевалка. Хотя возможности у ледовой площадки гораздо шире. В планах запустить полностью хладоагрегат, который был заброшен 20,5 года. Привезти его, соответственно, в рабочий режим. Здесь находится плита, благодаря которой лед может держаться до апреля включительно. Планов по развитию площадки у инвестора много. Обучать хоккею, летом развивать катание на роликах. Возможно, даже сделать каток крытым. Ну и похоже, что у хоккеистов-любителей как нашего района, так и соседних муниципалитетов появилась еще одна площадка для проведения турниров. Как только нам удастся довести до совершенства лед, то да, планируем устраивать товарищеские встречи. Плюс ко всему, просто так как хоккейное братство, оно достаточно такое объемное, плюс ко всему очень сильно развита ночная лига. Причем очень много моих товарищей, друзей играют, поэтому мы будем куда-то стремиться. В день открытия на катке бесплатно угощали хот-догами и безалкогольным глинтвейном. Катание также было бесплатным. В дальнейшем оно таковым и останется для льготных категорий граждан, а также малышей. Для остальных предусмотрены разные абонементы. От 150 рублей за час катания до 1000 в день с бесплатным питанием. Очень рада, что каток возродился. Не только я рада, рады все жители нашего большого района. Все только и говорят несколько дней об этом, потому что увидели, что здесь началось приготовление. И потом немножко знаем людей, которые открыли этот каток. Мы им верим, доверяем. Новый каток – это вообще праздник открытия катка. Тем более такого большого, красивого и ровного. И мы решили, чтобы передать атмосферу. Людям поднять настроение.